Ну что ж, всем доброго дня! Это мой отчет по марафону женственности, который я проходила с 1 февраля по 1 или 2 марта, я сейчас не помню. Такой отчет, прогулка по моему любимому городу, точнее по моему любимому месту. Это зона отдыха Заречья, которая находится на берегу река Десна, в городе Троицке, где я живу. Я буду стараться показывать зону отдыха тоже, чтобы посмотрели, как у нас красиво, хотя, конечно, еще так серенько и не очень солнечно. Конечно, летом и осенью здесь намного красивее, но отчет приходится записывать в 20-х числах, даже не еще, 19 апреля. Поэтому пока еще только немножко прорезалась травка, почки, кое-где чуть-чуть видна зелень. Итак, марафон. Это мой второй марафон, который я прохожу. И я должна сказать, что за весь марафон у меня произошло не так много изменений, как я на это рассчитывала. Более того, сам марафон прошел достаточно гладко, без сильных откатов, без каких-то прозрений, без изменений. Но за период марафона было заложено, посеяно, точнее, очень много таких семян, которые в будущем должны прорасти в очень такие интересные и неоднозначные изменения. Например, я, поскольку занимаюсь репетиторством, работаю по профессии, можно сказать, и для меня долгое время было очень важно делать это официально. И вот пока я проходила марафон, одна моя ученица скинула мне информацию, что можно не регистрировать ИП, да, индивидуального предпринимателя, кто знает, что это такое, а оформиться как самозанятый гражданин, точнее, гражданка. Вот. И просто отметиться в налоговой, что я занимаюсь такой-то, такой-то деятельностью и занимаюсь этим, что называется, разрешением нашей налоговой. Кто-то скажет, нафига тебе это надо? Нафига платить налоги в нашей стране? Ну, вот честно, я считаю, что если ты не собираешься валить из страны, я пока покажу, на мое любимое место, надо дружить с законами той страны, в которой ты живешь. Вот. И я решила, что я хочу дружить с законами из той страны, в которой я живу, и поэтому для меня важно заниматься своим любимым делом официально и доплатить налоги. Вот. Поэтому за время марафона я успела отметиться в налоговой как самозанятая гражданка. У меня стоит штампик на бумажке. Вот. При случае я могу эту бумажку показать. Я пока еще жду, что мне скажут налоговые по поводу налогов и дочислений в пенсионную страну, и, кстати, зла. Вот. Для меня это важно. Для меня это важно, я себя так чувствую спокойнее и увереннее. Вот. Что еще? Пока пройдет марафон, появились новости, что дом, в котором я живу, а я живу в старой части города, который я стараюсь сносить. Для меня эта новость была довольно шокирующая, потому что я всегда очень сильно привязываюсь к месту, в котором живу, и переезд для меня очень стрессовая ситуация. Вот. И я сначала даже не очень знала, как к этому относиться. С одной стороны, хорошо, наверное, переехать из старого дома в новую, с другой стороны, это смена места, место, к которому я привыкла, место, в котором я выросла, место, в котором я живу. Вот. Вот. И еще эта ситуация была стрессовой тем, что пока были просто новости, никаких подробностей. Вот. И пока я, собственно говоря, тут шла и собиралась записывать это видео, мне позвонили и сказали, что вот сегодня будет как раз встреча с гражданами города Троицка, главы города, и можно будет задать вопросы по поводу сноса домов, по поводу расселения, то есть какая-то дополнительная информация придет. Для меня это тоже важно, потому что жить вот так в неведении немножко тяжеловато. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, это со временем все превратится в очень хорошее изменение. Марафон мне проходил «Учитесь общаться с мужчинами». Я не могу сказать, что мои отношения с мужчиной кардинально поменялись, но нам стало проще воспринимать какие-то особенности друг друга, особенно те, которые раньше раздражали и вызывали напряжение. А после марафона я заметила, что очень многие его черты, особенности поведения я воспринимаю настолько спокойно, что у меня даже ни одна мышца не напрягается. и мне это очень нравится, и я надеюсь, что дальше мы только больше и больше будем учиться принимать друг друга, любить так, как есть. Вокруг меня старая ротонда, кстати. Очень старая. Не знаю, видно, нет. Ее не ремонтировали. Оставили такой, какая есть. Вот. Но мне очень нравится развилка реки. Она вот сейчас будет сзади меня. Это мое любимое место. Я люблю сюда приходить, я люблю, скажем, медитировать, размышлять на темах жизни, изменений в жизни. Ну и заодно и записать отчет по марафону. Об отношениях. Нам вообще стало легче с друг другом общаться. Мы чаще общаемся как друзья, как брат с сестрой. Нам легче обсуждать какие-то вещи. Мы чаще стали смеяться над одними и теми же вещами. Поменялось наше отношение даже к юмору друг друга. И мне это очень нравится. То есть общение стало происходить легче. Нам легче договариваться по поводу каких-то вещей. У моего молодого человека появилось много планов на будущее, причем совместных планов на будущее. Я очень надеюсь, что у нас получится их воплотить. Потому что планы были связаны и с поездками, и с переездами, и с какими-то статусными изменениями нас как пары. и для меня это тоже очень важно. И мне очень интересно посмотреть, куда все это выльется. Я не могу сказать, что за марафон я стала проще или легче, или женственнее, или как-то мягче, нежнее. Нет, скорее. И марафон выявил какие-то моменты, которые меня раздражают, которые мне не нравятся, с которыми я не готова пока мириться. Выявил какие-то внутри меня негативные эмоции, переживания, страхи. И более того, у меня пропал какой-то внутренний ценз их сдерживать. И это, конечно, было очень удивительно для людей, которые привыкли, что я редко повышаю голос, редко кричу, редко чем-то бываю недовольна. Для них это было шоком, что я умею кричать, умею повышать голос, умею вообще как-то быть сильно эмоциональной. И это вызвало неоднозначную реакцию, особенно у тех, кто меня не очень хорошо знает. В связи с этим немножко подпортились отношения с подругами. Хотя, вот, честно говоря, будь мы с моими, я бы лучше их называла приятельницами, действительно подругами, мы бы более, что ли, толерантно, терпимо относились бы к проявлениям труда. зато у меня появились еще знакомые, даже друзья онлайн, среди которых я могу выразить себя так, как это идет изнутри меня, не сдерживаясь. Меня принимают, меня видят, и самое главное, что меня принимает, видит, выдерживает и любит. Такой, какая и есть мой любимый человек. Это, наверное, самое главное. Ну, а Тим с подругами самолет полетел. Придется прорабатывать уже за пределы микрофона, учиться общаться, учиться, понимать друг друга. может быть, я даже надеюсь, что отношения наладятся, возможно, появятся. Но и будет. Но, конечно, тоже все будет развиваться. Честно говоря, тот отчет, который записывался, не знаю, немножко ни о чем, потому что никаких сильных изменений со мной не произошло. Все как-то на будущее откладывается. Вот, если была возможность записывать этот видео, отчет, допустим, через год и снова его присылать, говорить, что вот какие долгосрочные изменения могут происходить, было бы даже очень интересно. Еще важный момент, кстати, по поводу записывания видео, отчет. Кто будет проходить отчет, обязательно записывайте. Не важно, сколько вы наберете лайков, наберете ли их вообще. Это важно для вас самих. отчет. Пока я шла записывать отчет, и пока я обдумывала, как это сделать, мне поступило несколько звонков с важной информацией, например, которые касаются важных изменений в будущем. То есть, этот отчет важная часть марафона, такая финальная точка, которая, ну что ли, проталкивает какие-то изменения в вашей жизни. Поэтому не ленитесь, записывайте, рассказывайте про свои изменения. Это в первую очередь нужно вам для такого более успешного прохождения отчета. Марафонов, не отчета. А уж лайки, подарки, это если получится, будет хорошо, не получится, значит, у меня не об этом был ваш марафон. Ну все, я закругляюсь, я все основное рассказала, жду дальнейших изменений в своей жизни, постараюсь тоже сама не плашать и действовать так, чтобы эти изменения продолжались, развивались. всем хорошего дня, до свидания и удачных отчетов и марафонов в будущем.